Серёжа, Серёжа, не надо, о боже, Серёжа из жопы моей полез, о боже, я так сильно пёрнул, что Серёжа из жопы полез. Алло, здравствуйте, Тамара. Да, говорите, что здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, что-то я вам дозвониться не мог по поводу него. Слушайте, говорите мне, ну не никогда, не некогда. Марина Чендра, вот я, улица Ланда 6. По поводу двух комнат. Когда же мы с вами уже встретимся, вы же ещё в поиске провели. Слушайте, перевезли уже в одно место мебель, и я не знаю, мы завтра пойдём в гостиницу начать. А, в гостиницу пойдёте, ну чё ж вы же не набрали там, нет, ну гостиница совсем никуда не годится, поймите меня правильно. А что нам делать, нам некуда, пойдём в сотель конца. Я понимаю, значит, давайте вы в какое время, может я завтра подъеду, лучше тогда вам мебель перевезём, тогда уже вот на Марина Чендра. Мебель вы перевезли сегодня у меня уже всё. Что всё, уже всё перевезли, да. В другую квартиру, да. Ай-яй-яй, и что там, вот я вам по 200 хотел цену сказать уже, чтобы по 200 евро. Да нет, мы это не верим, не верим ни во что вы это, вы что, где это, чё это? Да, Марина Чендра, Виа, Саланда 6. Ну что, откуда я знаю, я вас не знаю, я не знаю, какая квартира, вы что. Я по-не, здесь у нас комнаты две, то есть две комнаты рядом с католической церковью. Две комнаты в квартире у кого? Да, у меня, у меня, я здесь, ну, хозяин. Ну, а в остальных комнатах кто живёт, в остальных? Остальные комнаты у нас там, ну, живут, ну, они порядочные люди, порядочные. Кто? Вы не переживайте, я с ними общался, насчёт вас сказал, что... Ну, кто, ребята вот живут у нас. Маракинцы? Кто? Арабы, нет, нет, арабы. Арабы, понятно. Арабы, да, у нас арабы. Вот, уже не шумят, уже всё нормально, вот. Я же вам специально подбирал рядом с католической церковью, чтобы вам, так сказать, ближе по душе всё было. Нет, я не знаю где-то у вас комната, если что, можно посмотреть, если там несколько ночей можно переночевать. Но мне что-то страшно, там, для мужчины. А вы не переживайте, я человек серьёзный, скажем, уже, мне не тот возраст. Я даже не знаю, вы, наверное, Татьяна Литвиненко, да? Да, ну, нет, я не Татьяну знаю Литвиненко. Вы знаете, знаете, хорошо, я это поняла уже сразу. Да, да, да. По некоторым вашим праздам я поняла, что вы. Я общался вот, ну, с Франческо Педринь, ну, Педринь, рыбак, который местный. Не знаю, я тут. Вот, не знаю. Ладно, хватит, я не могу собирать вещи, простите, очень сильно устала. Так вы постоянно заняты. И не успевать, когда у нас в последний день, а нам в среду к нам придут сюда уже карабинеры. Я смотрю, вы постоянно все так в работе, заняты. Так вы представляете, нас выгоняют в квартиру, нас через суд выселение, это, что он кто-то закупил у нас. Если я завтра не уйду, послезавтра утром придут сюда к Ере, она вызовет. Так я же вам по поводу Марина, Чентра. Я вам по поводу Марина, Чентра, у Виа, у Иландо, 6 улица. И что вы за 200 евро что сдаете, комнату? Две комнаты вам хочу предложить. Что в этих комнатах есть? Ну, мебель есть вся, санузел исправен, все есть. То есть, ну, вполне себе приличное для жизни место. То есть, порядочное, без всякого, скажем, ну, все порядочно, все красиво у нас. А вы преживете? А я же в Микробарберс. Что значит? Ну, район Микробарберс. Где это? В смысле, где? Ну, я же вам объясняю, недалеко здесь. Микробарберс район. Где, нигде, недалеко? Ну, тут километра 20 получается. Откуда? Вот от этого места, где я сдаю. У меня был властяк как-то в Солучи. Он знает. Вот, да не придумывайте, давайте не будем. В смысле? В смысле? Солучи, был он у меня? Был. Конечно. Микробарберс. Вот, район времени. Недалеко здесь, да. Вот, вот эта квартира, помните, что возле кладбища. Я вот тоже пообщался, думаю, нет, такой порядочной женщине, вот это вот санузел этот не исправить ни в коем случае. Хватит, все. Мне это не волнует ваш санузел, мне надо про него говорить. Я понимаю, с самого неприятного женщина. Мне неприятно это слушать. Вы меня простите, пожалуйста. У меня вчера был День Ангела, Джон Мироносец. Я и тут даже не видел. Я знаю, я вчера тоже на Джоне был. Никуда, я просто спала до обеда. Я вчера тоже был на Джоне Мироносец. Я работаю сейчас с утра до вечера по 18 часов. Да я сам такой же, я вот поэтому и звоню поздно уже. У меня глаза, знаете, как устали? У меня было 5 операций на глазах. Я знаю, прекрасно. Два искусственных хрусталиков они поставили. У меня глаза все красные, слезятые, плавают всякие мошки между глазами. Уже не могу. От такой концентрации я паковал тут пакеты разные, такие-сякие. И сейчас еще нужно собирать все вещи. Я понимаю, я с артуром уже не первый год. Мне нужно домой туда, в Россию, утром успеть через почту России, собрать всю ее, сложить, упаковать. Тут еще обед, еще нужно идти тут, закрывать все клавиатуры. В моей квартире, еще на моем имени, свет, газ, вода, телефон, отходы. Я еще ничего не отказалась. Я когда уйду отсюда, через сутки мы уйдем. Моя хозяйка может прийти, включить газ на всю катушку и намотать. Это менталитет, потому что на моем имени еще, а мне нужно квартиру оставлять. Я еще, знаешь, что у меня дела еще завтра делать надо? Я могу помочь. Завтра все открывается, и суд, и все открывается. Так, а Салис, может Салючи приехать помочь вам? Какой Салючи? Вы о чем говорите вообще? Какой, кто это такой? Или вы сейчас с ним вообще никогда не общаетесь? Кто это такой? Кто это? Это ваш муж бывший. Откуда вы знаете? Да здрасте, приехали. Мы все здесь как родные уже, беженцы. Да, конечно. Я не беженец. Ну, мы же все-таки... Похрань у них вся эта работа, вида до беженца. Не, ну это понятно. Я бы на их месте не стала бежать оттуда. Я бы лучше у себя на родине жила, куда-нибудь переехала, в другой место, в Украине. Нахрен они оттуда поперли сюда. Здесь же детей отбирают у них. У кого? У кого? У кого отбирают? У беженцев. Откуда берут? Из Украины, которая бедная. Ну а что ж у них отбирают-то? В Германии детей у них отбирают, там ювеналка очень сильная. И здесь тоже. Что-то дети привыкли же у нас, что дети везде у нас бегают на улице одни без присмотра, да? Да. Или можно одних детей дома оставить. Тут нельзя одних детей дома оставлять. И кто-то увидит соседи, сразу стучат, понимаете? Здесь стучат. Ну, следят. Я вам обварил, что... Третий человек. Здесь такая... Вот мы только сегодня выезжали. Вчера вытаскали пакет, позавчера коробки. И этот самый... Вчера мне Алжирид помогал, он мне перевез. Позавчера он мне дуэт жир сделал Алжирид. Перевез друзьям. Тридцать коробок я отвезла. Приехала женщина-подруга, забрала у меня семь коробок. Мы с ней таскали, они все выглядывали, смотрели. Напротив выглядывали, смотрели. Наверное, даже фотографировали, я думаю, что... Потому что они друзья мои, хозяйки. А может, видео, а может, даже видео сделали, понимаете? Люди настолько здесь ануяте, настолько они здесь... Им скучно, потому что делать им не хранить. Деньги у них есть. Только еда, отдых, все сплетни одни. Кто где купил квартиру, кто куда пошел, что делал. Но это вся Европа такая. Там неграмотность сплошная. С ними неинтересно вообще с ними общаться. Но это вся Европа такая. Они все там такие... Но не вся такая Европа. Есть города культурные Европы. Германия, интеркультурная. Австрия там. У другого немножко Брюссель. Тут вообще... Тут же периферия. Если бы мы жили, может быть, в Милане, в Риме, или хотя бы в Болонии, тут как-то больше культуры. Да, да. Тут вообще никакой культуры нет. А в Италии культура вообще находится на уровне Уганды. Имеется в виду музыкальная культура. О, понятно. Андун. Уганды. На уровне Уганды в Африке. А, ну я говорю Андун. Это было 30 лет назад еще говорили по радио. А сейчас она еще хуже, потому что ее никто не финансирует, никому не нужна. Ни культура, ни опера, ни театр, тем более балет. Тут все закрыто было. Музей, все. Людям даже не выходить разрешали на улицу. Помните? Да, да. Они специально приучали, чтобы люди сидели к этим 15-минутным городам вот сейчас. Потом прокалывать начали всех. Вот. Дураков. Первые дураки побежали прокалываться. Ну да, да. Но чипованные. Угу. Чипованные. Неизвестно, чипованные ли они еще, но они им здоровье попортили просто. Это сокращение населения. Неизвестно. Вообще говорят, что Bluetooth у них внутри в организме работает. Потому что кто-то, кто умер, уже люди на кладбище приходят, включают Bluetooth. Да, там ловит Bluetooth. И видишь, там Bluetooth откуда-то фонит снизу, из-под земли. Да, Bluetooth. Я тоже помню. С одной стороны, уже тела даже не гниют, уже говорят у людей по многу лет, потому что кормят консервантами всякой гадостью, химией. И тела нетлезные стали. Ой, Господи. А тут еще Bluetooth из-под земли бьет у людей. Bluetooth, да. Я как-то Wi-Fi поймал. И еще люди замечали, да, кто соображает, стоят около супермаркета в машине, что-то Bluetooth включили, видят, выходит человек из машины, да, из супермаркета. У него на Bluetooth показывает лицо человека, фотографию, имя, фамилию и отчество. Ну вот это чипирует их. У меня Wi-Fi также ловит. Возможно, да, они туда и запустили. Ну, это био, как ее называют, нанотехнология такая. Ну, чтобы следить за людьми. Следить. Идет, значит, сокращение все это дело. Они могут даже действовать. Это же еще генетика, потому что дело в том, что это очень такая опасная штука. Сейчас мне выпали этот ролик. Да, это страстно. Как действует даже генетика. Например, каплю крови. Даже возьмут у тебя кровь, да, зачем так много крови берут, потом плохо себя чувствуем. А они на эту кровь могут действовать. А это же кровь моя, да, например. Да. Или ваша там, да. Моя. И как на одну каплю крови человек, человек начинает себя плохо чувствовать. И в этой капле крови там такие макрофаги из разной клетки. Да, макрофаги. Они начинают там убивать друг друга. Или набирать скорость и бегать. Наоборот, они веселые, когда хорошее настроение. То есть на расстояние они могут действовать через твою генетику, через твой там забор, там вот, например, материала, как они брали мазки у всех, да. Да, да, да. Они действуют на... Там же генетика, они видят там группу, все там видят. Расскажи ей про тунель. Расскажи. Расскажи. Да. Кто, 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 есть? Куда они ездят? Куда они ходят? Они все не работают дома сидят. Ну, как говорится, ничего страшного. Только батюшка ездит там куда-то по путешествиям. Ну, и что? Он мог бы и так, когда мог, ездил. Все это дело прекратилось, видите, уже. Да. Больше года. Все закрылось. Мы это ничего не ставили. Вот видите, как получается... И только перенесидели в Г региотне, потом мы переболели, нам дали Гринпасс. А потом он больше не пригодился. Нам хуже скам, Европе не тотчество, а так все верно, да. Ой, Господи, придумали непонятно что, нас люди не за кого считают. Сейчас будет одинаковый международный паспорт, одна база будет. База кормит. И это одинаково, что наш товарищ в нашей стране, что в Украине, что здесь, по всему миру в одно и то же время выходят одинаковые законы. Везде будет один цифровой паспорт, и все будет социальный рейтинг, как в Китае. Ты хорошо себя ведешь, ты получишь клетки и нолики. Плохо ведешь, получишь одни нули, и тебе нельзя будет пересекать, 15-минутный город будет, то есть ты должен только в своем квартале находиться. Зашел за границей квартала, все, тебе убирается уже баллы, налички не будет, деньги твои, зарплату, пенсию переведут в цифровые деньги. Это цифровой гувах, чипирование, цифровой гувах. Слушайте, мне звонит человек, который меня перевозил, простите, я больше не могу говорить. Я микробарбарбарс. Ага, до свидания, все, пока. Я позвоню, перезвоню, да, Замар. Не, ну потом, до свидания, все, простите. До свидания, целую. И только она крючок, блядь, поймал заюх, на сука. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам.